МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Евгения Солохудинова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Оценили масштабы производственного процесса. Технические инспекторы труда Горно-Металлургического профсоюза России побывали на промплощадке ММК. Лидер в образовании, директор школы 65 Ольга Смоляра держала победу в областном конкурсе профессионального мастерства. Безопасность детей в руках родителей. В Магнитогорске состоялось профилактическое мероприятие по контролю за перевозкой самых маленьких пассажиров. А сейчас об этих и других событиях более подробно чествовали представители самой светлой и благородной профессии. Праздник, посвященный Дню Учителя, состоялся накануне в стенах Левобережного дворца культуры Металлургов. Он был организован для педагогов промышленного округа номер 29 по инициативе депутата законодательного собрания Челябинской области Алексея Коваленко. Это стало хорошей традицией. Вот уже третий год подряд депутат законодательного собрания области Алексей Коваленко по случаю Дня Учителя собирает в уютном зале Левобережного дворца культуры Металлургов представителей педагогического состава. Это, наверное, дань уважения педагогической профессии. Мы редко говорим спасибо учителям, а здесь такой случай сказать сразу спасибо многим. И до того, что они занимаются нашими детками, они вкладывают свою любовь, свою жизнь. Потому что не бывает учителя с пяти до восьми. Как будто бы прозвенел звонок, да, ты ушел и на этом закончилось. Нет. Профессия учителя – это призвание. Человек должен обладать, наверное, открытой душой, огромным сердцем, чтобы идти в эту профессию. Со сцены в адрес представителей одной из самых благородных и важных профессий звучали теплые слова пожелания и, конечно, благодарности за нелегкий труд, душевность и мудрость. Я, дорогие коллеги, желаю вам прежде всего здоровья. Пусть ученики радуют успехами, пусть родители будут вашими союзниками. Потому что мы выполняем единую миссию. Дети наши должны быть и умными, и воспитанными. Вот есть хорошие слова. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Но она начинается еще и с учителя, который берет юного, несмышленного первого класса Казара, садится в парк, дает ему знания. Мира и добра вашим семьям, ну и, конечно, моего большого и нестекаемого внимания ваших учеников. Праздник! Сами педагоги отметили, учитель – это не профессия, а образ жизни. Любовь и уважение к детям, искреннее желание помочь и вселить уверенность в своих силах – вот основные составляющие успешной работы. Профессия учителя – это самая главная профессия на свете. Потому что в основе учительской профессии – воспитание человека. А воспитанный человек – это настоящий патриот, это хороший труженик, это хорошие родители. И поэтому на учителе в нынешних условиях лежит такая огромная ответственность. И люди, которые эту ответственность понимают, которые воспитывают наше подрастающее поколение – это люди настоящие подвижники. Каждый из присутствующих в зале также поблагодарил депутата законодательного собрания Алексея Коваленко за всестороннюю поддержку и внимание к их проблемам. Ни одна просьба не остается без ответа. Впервые встретила депутата, который очень быстро реагирует на все наши просьбы. И даже иногда не просьбы, а просто вот мы помечтали, а у нас уже все исполняется. Это поддержка и в рамках Дня учителя, и первоклассникам подарки ежегодные, и на новогодние праздники для всех ребятишек. Ну и помимо этого еще, конечно, это помощь материальная в плане обустройства школ и создания качественных условий для обучения. В школе номер 31 за прошедшие два года тоже было сделано немало. В этом году при поддержке депутата обустраивается кабинет основ безопасности и защиты Родины. Депутаты законодательного собрания прекрасно понимают ту роль учителя, которая сегодня в нашем современном мире существует. И всегда приходит на помощь. Вот сегодняшняя встреча – это знак большого уважения, большой благодарности этих людей, которые занимают высокие посты перед учителем. Алексей Коваленко отметил, он продолжит оказывать поддержку образовательным учреждениям, а также будет и далее проводить подобные встречи, которые не только дают возможность поздравить с праздником, но и решить многие организационные вопросы. В Челябинской области завершился областной конкурс профессионального мастерства «Лидер в образовании». В этом году за звание лучшего боролись 22 руководителя образовательных учреждений из разных городов региона. Победу одержала Ольга Смоляр, директор 65-й школы Магнитогорска. Она продемонстрировала высокий уровень профессионализма, уверенно преодолев все три конкурсных испытания. Себя Ольга Смоляр называет молодым руководителем. Школой она управляет всего пятый год, при том, что за плечами у нее уже 14 лет работы с детьми. В 2010 году, сразу после окончания МАГУ, Ольга Анатольевна начала свою карьеру учителем русского языка и литературы в 64-й школе. С самого раннего детства у меня не было сомнений, кем я хочу работать. Я всегда хотела быть учителем, поэтому моя работа мне очень нравилась. И также мне всегда нравилось участвовать в различных конкурсах, двигаться вперед. Поэтому в 2012 году я стала победителем конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют». В 2017 году меня пригласили на работу в школу номер 65 в качестве заместителя директора. После этого, уже в 2019 году, меня поставили директором данного образовательного учреждения. В этом году Ольга Смоляр решила попробовать свои силы в конкурсе «Лидер в образовании», стремясь к профессиональному росту как руководитель. Конкурс состоял из трех этапов. Первый был заочным. Завучи и директора представляли нас у джюри, эссе и видеоролик на тему «Это у меня хорошо получается». Второй этап проходил в Челябинске в очном формате. Участники демонстрировали свои управленческие навыки, проводя мастер-классы, решая сложные управленческие ситуации и внедряя различные инициативы по заданной теме. Моя инициатива заключалась в открытии психолого-педагогического класса на базе нашей школы. К сожалению, в профессию педагогов идут все меньше молодых людей. Они ориентированы на другие области развития экономики. А педагогов, грамотных педагогов очень не хватает. И поэтому открытие психолого-педагогических классов детей уже в школе заинтересует, сакцентирует на том, что можно было бы выбрать и профессию учителя. После завершения испытаний пять финалистов конкурса отправились в Магнитогорск на заключительный этап. На базе пятой школы они приняли участие в круглом столе и представили свои управленческие проекты, демонстрируя опыт и видение развития образования. Участие в конкурсе всегда интересно, потому что ты движешься вперед, ты можешь подвести итоги своей работы, ты можешь посмотреть на себя со стороны. И у меня это получилось сделать. Ту комфортную среду, которую мы создаем для детей в нашей школе, оценила не только я, но и члены жюри. Мы открыли медиа-центр, кабинет психологической разгрузки, центр детских инициатив, то есть площадки, где ребята могут проявить себя и во внеурочное время. Также 65-я школа – лидер в области информационных технологий в образовании. С 2021 по 2023 годы она являлась региональной инновационной площадкой Министерства образования Челябинской области, делясь своим опытом с другими школами города и региона. Главное достижение нашей школы – это результаты наших детей. О них мы можем судить по, например, нашим выпускникам. В прошлом учебном году нашу школу окончили 15 медалистов. Также хотелось бы отметить и наших педагогов. В 2022-23 году из нашей школы вышли победители конкурсов педагогического мастерства. То есть мы понимаем, что мы даем качественное образование. Сделать школу успешной, сделать школу современной требует огромных усилий. И нужно сказать, что Ольга Анатольевна успешно со своей командой и с нами, конечно же, осуществляет все новые проекты, которые диктует современная жизнь в образовании. Поздравляем еще раз Ольгу Анатольевну с таким высоким достижением. Я считаю, что, конечно, это результат ее упорного труда и целеустремленности. Ну а мы всем коллективом будем ее поддерживать и стараться и в дальнейшем быть лучшими. В рамках месячника гражданской обороны в Магнитогорске начались мероприятия, направленные на подготовку населения к чрезвычайным ситуациям. В среду утром прозвучали сирены, а в школе номер 3 состоялась пожарно-прикладная эстафета. Подробнее в нашем сюжете. Ежегодно 4 октября по всей России отмечается День гражданской обороны. Чтобы подготовить к возможным чрезвычайным ситуациям не только взрослых, но и юное поколение, в школе номер 3 провели эстафету. Школьники преодолели небольшую полосу препятствий, где смогли попробовать себя в роли спасателя. У них адаптирована для их возраста полоса препятствий пожарно-прикладная. То есть все очень просто. Работа с огнетушительным, с противогазом, с носилками. На других соревнованиях они раньше это делали в разрозненном виде, а сейчас они это делают все вместе, применительно к чрезвычайной ситуации. Уроки по подготовке к возможным нештатным ситуациям проводят регулярно, а на подобных мероприятиях закрепляют знания. Обычно в случае ЧП стресс и паника берут вверх. Именно поэтому важно изучать основы безопасности. Ведь умение оказать первую помощь может спасти жизнь в критический момент. А в игровой форме навыки усваиваются еще лучше. На то она и чрезвычайная ситуация, когда создаются условия, так скажем, нештатные для нас, непривычные. А для того, чтобы наши действия были правильными и грамотными, нам необходимо отрабатывать все эти мероприятия, нормативы, действия в ЧАЭС постоянно, конечно же. Не каждый день появляется возможность надеть на себя противогаз. Для подростков это в новинку и вызывает неподдельный интерес. ЧАЭС. Опыт, полученный на уроках гражданской обороны, может стать отправной точкой у ребят для выбора карьеры в области здравоохранения или экстренных служб. Я считаю, что такие навыки могут пригодиться в экстренных ситуациях. Если, например, где-нибудь тот же подросток или тот же взрослый может пройти и увидеть что-то, пожар, например, он может быстро среагировать и помочь с этим. А если говорить про подростков, то вот это мероприятие, по моему мнению, может им помочь в будущем выбрать профессию. Если им вот это нравится, то в дальнейшем они могут стать пожарниками. Самых быстрых, смелых и ловких наградили грамотами и пятерками в журнал. Подобные уроки в рамках месячника гражданской обороны продолжатся до конца октября и пройдут в других школах города. Елизавета Мамедова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН Продолжаем программу. Почти два десятилетия на руководящей должности в качестве мастера производства и впервые признания лучшим работником месяца. Константин Вижанков в сортовом цехе ПАО ММК трудится уже 24 года. Работу свою не просто любит, но и выполняет так, чтобы и коллеги по цеху, особенно молодое поколение, гордились своим местом работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки заслужил, но это все благодаря коллективу бригады. Бригада у нас дружная, коллектив сплоченный. Работаю уже, как вы сказали, не о них десяток лет. Цеху я с 2000 года в этом году. Как бы уже и до пенсии доработал. Ну, нормально все. Моя задача как мастера, чтобы психологический коллектив в бригаде был нормальный, ну и чтобы работа была хорошая. И, конечно же, самое главное, без травм. Все мы сюда входим, зарабатывая деньги, а не терять здоровье. В 2000 году пришел сюда, штабилировщиком сначала устроился. Потом у меня высшее образование поставили бригадиром. Потом отучился и сдал экзамены на мастера. И с 2006 года я работаю мастером. Я когда устроился, еще старые станы были. Потом новые станы запустили. Конечно, технология вся поменялась. Поменялось оборудование. Поменялось, вот сами видите, компьютеры сейчас есть. Раньше все писали от руки, формировали, считали на калькуляторах, на счетах. Сейчас это все автоматизировано. И все на компьютерах. Эдустаж сортового цеха. Это приемка готовой продукции со станов. Подъем со станов металла. Складирование в штабеля. И отгрузка согласно заказам потребителей. Ну и самое главное, качество. Стан-107, где мы сейчас находимся с вами, он катает круга от 5,5 до 16. Тут только круга идут и арматуры 8, 10, 12. Стан-370 катает арматуру, шестигранники. Круга тоже толстые. С 17 по 50. А Стан-450 катает сортовой паркат. Это уголки Швиллера. То есть сортамент большой. Иногда периодически обновляется. Комбинат как бы дает уверенность в завтрашнем мире. Ты точно знаешь, что ты получишь аванс и расчет. И вот это вот самое главное, когда у тебя уже есть то, что тебе дадут. И можно строить какие-то планы. Не то, что там в какой-нибудь фирме. Сегодня есть работа, завтра нет. Тут как бы постоянство. Также социальная поддержка. Дают путевки. На питание делают скидки. Как бы комбинат о своих рабочих заботится. У Константина Анатольевича, как бы не зря меня к нему отправили астражироваться. Это человек, который как бы всегда смотрит наперед. У него всегда уже какой-то есть план. Он всегда понимает, что нужно на данный момент производству. Он уже видит, так как наша работа непосредственно с планированием, какой-то логистикой связана. Поэтому он уже как бы наперед понимает, какой металл мы производим. Это значит, какие вагоны нам необходимо сейчас поставить. И он это видит наперед. Также у него очень правильно поставленное, я бы сказал, хотел бы прям ответить, общение с коллективом. Как бы в коллективе его все уважают. Ну и даже не полностью любят, потому что как бы всегда прислушиваются к тому, что он просит. И как бы никаких я никогда не слышал ни споров, ни разногласий. Всегда как бы работа, она налажена, она всегда идет. Есть, у меня родной брат работает в цехе ЖДТ. Мы с ним двойняшки, полчаса разница. Потом племянник работает здесь, в сортовом цеху. Вальцовщиком на стане 370. И сейчас, в конце августа, я устроил внука на станцию 770. Оператором расстал правильной работы. Но в ней работа, конечно, общаемся, подсказывают, что как. Наставляю его трудовую деятельность, нужная русская, так скажем. В санатории «Юбилейный» в эти дни проходит семинар совещания технических инспекторов труда Горно-металлургического профсоюза России. На него съехались специалисты со всей страны. Кроме официальной части, была и запланирована экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. Вместе с гостями побывала в доменном и 11-м листопрокатном цехах наша съемочная группа. Обычные экскурсии на ММК носят познавательный характер. Как правило, на них оказываются люди, не очень сведущие в металлургии. На этот раз все наоборот. Промплощадку посетили специалисты горно-металлургической отрасли. От их взгляда не ускользнет ни одна деталь, особенно, когда речь идет об охране труда. Алексей Тищенко – главный технический инспектор труда ГМПР по Белгородской области. В этой сфере он работает более 10 лет. Он посещал десятки различных предприятий. А вот на ММК оказался впервые. Вот интересно посмотреть, как люди трудятся, как они работают в этих условиях, допустим. Вообще познакомиться со спецификой предприятий. Конечно же, на нашей земле тоже развита горно-добывающая отрасль, металлургия. Это и Аскольский электрометаллургический комбинат, Лебединский горно-обородительный комбинат, Столинский комбинат, комбинат Моруда. Ну, мы там, прежде всего, это добыча, переработка. Ну, и это одно из предприятий этого ММК, как я уже сказал. Для меня очень это интересно. Гости сначала посетили доменный цех, в частности, вторую доменную печь, введенную в эксплуатацию в июне 1932 года. Печь неоднократно реконструировалась в последний раз в 2020 году, когда ММК провел масштабную модернизацию. Были заменены элементы металлоконструкции и изменена система охлаждения, что позволило увеличить производительность печи более чем на 30% и снизить выбросы пыли в атмосферу. Модернизация улучшила условия труда металлургов и повысила эффективность производства. Гости увидели, как работают специалисты и стали свидетелями выпуска чугуна. Вторая точка экскурсии – 11-й листопрокатный цех. Один из самых технологичных на ММК. Его продукция пользуется большим спросом. Например, автомобили «Лада» производятся из листа прокатанного на стане 2000 ЛПЦ-11. В состав комплекса входят два агрегата горячего оцинкования, комбинированный агрегат отжига-оцинкования, агрегат инспекции и упаковочные линии. Масштабы цеха и его технологичность впечатлили гостей. Мне очень понравилось положительное впечатление. Чистенько, аккуратненько все, порядок. В общем, то, что я могу сейчас отметить. Поэтому уровень, конечно же, на комбинате «Состояние охраны труда» мы тоже не первый раз посещаем и у себя на предприятиях. Меня впечатлило. Мне понравилось. Я положительное оцениваю. Павел Берсенев, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. 90 лет на страже здоровья металлургов заводская поликлиника отмечает юбилей. Поликлиника для работников Магнитогорского металлургического комбината была открыта 3 октября 1934 года на базе центрального здравпункта при доменном цехе. Через несколько лет для неё выделили помещение на первом этаже центральной гостиницы. В 1952 году поликлиника медсанчасти ММК получила новое здание по адресу улицы Кирова, дом 99, где находится по настоящее время. В нём расположился ночной городской травмпункт и дежурил терапевт. Сегодня поликлиника номер один центральной клинической медико-санитарной части оказывает первичную медико-санитарную, первичную специализированную медицинскую помощь работникам ПАО ММК и обществ группы ПАО ММК. За поликлиникой закреплено более 45 тысяч работников промышленного предприятия. В составе поликлиники цеховая терапевтическая служба отделения скорой помощи, профилактики, физиотерапии и рентгена, хирургическая служба, женская консультация, травматологический пункт, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, лаборатория, 35 здравпунктов. В поликлинике организован приём врачей по 13 специальностям. Терапевт-офтальмолог, катариноларинголог, хирург, невролог, профпатолог, пульмонолог, гинеколог, уролог, эндокринолог, инфекционист, физиотерапевт, травматолог. С 1997 года поликлинику бессменно возглавляет заместитель главного врача по амбулаторной базе, врач-терапевт Вера Шевелина. В разгар подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ медики решили отметить юбилей скромно, без помпезности и громких слов. В эту пятницу в конце рабочего дня они проведут праздничный рапорт в холле родной поликлиники. К другим темам. Широкий выбор моделей, актуальная палитра, высокотехнологичные материалы в основе. Магазины верхней одежды Охара приглашают магнитогорцев и гостей города за покупками. Стильные зимние куртки, пуховики и пальто из новой коллекции смогут подобрать для себя не только женщины, но и представителей сильной половины человечества. В ассортименте также коллекция одежды для подростков и уютные аксессуары, которые помогут расставить в каждом из образов правильные акценты. За яркими образами, комфортом и высоким качеством покупатели ждут магазины Охара. На стендах представлена коллекция пуховиков и курток на самый изысканный вкус. Акцент в этом году сделан на разнообразие цветов и стилей, в наличии классика, которая никогда не выходит из моды – стильная и лаконичная. А для любителей экспериментов – множество ярких моделей, которые подчеркнут индивидуальность и добавят в серые будни максимум красок. Представлены изделия как в длине Макси, так и укороченные пуховики, которые станут настоящей находкой для автоледи и просто для любителей активного образа жизни. Размерный ряд курток и пуховиков – самый широкий – с 42 до 64. Охара делает ставку на качество и практичность. При производстве изделий используются натуральные пух и современные материалы, которые позволят чувствовать себя комфортно даже в самые суровые морозы. В магазинах Охара изделия по душе могут подобрать не только женщины. Мужские модели также в ассортименте. И здесь есть из чего выбрать – стеганные куртки, классические пальто, трендовые пуховики, в том числе и вот такие удлиненные с контрастным подкладом и двойным капюшоном. Представлена на стендах и коллекция верхней одежды для подростков. Угодить современным детям непросто, но у Охара это получается. Удобная зимняя одежда греет и при этом не сковывает движений, выглядит современно и эффектно. Родители оценят еще одно качество – она устойчива к загрязнениям и хорошо переносит многочисленные стирки. Добавить законченность любому образу помогут аксессуары. Уютные шапки, шарфы, снуды и перчатки самых различных цветов, форм и фактуры – они также есть в наличии. Важно отметить, для удобства покупателей на все изделия действует беспроцентная рассрочка. Магазины Охара находятся по адресам. Торгово-развлекательный комплекс «Гостиный двор» – третий этаж и торгово-развлекательный комплекс «Континент» – второй этаж. Реализация целого спектра социальных проектов компании «Евросервис» обязательно скажется на повышение погребальной культуры. В этом уверен руководитель компании Евгений Могулевцев. Он рассказал, что подавляющее большинство инициатив, направленных на смягчение финансового времени при организации похорон, рождается на основе тщательного анализа обращений жителей Магнитогорска. Буквально накануне в «Евросервисе» объявили о старте нового социального проекта, подробности которого узнал Игорь Гурьянов. Как таковая ритуальная экономика рождалась в нашей стране вместе с рыночными отношениями в 90-х годах прошлого века. Будучи подверженной болезням роста, свойственным любой отрасли, эта специфическая экономика, точнее, деньги, стали, не побоимся обобщений, хоть в какой-то мере упорядочивать все, что связано с проводами человека в последний путь. Профессиональных похоронщиков в Советском Союзе попросту не было. Деньги и проводы в последний путь – тема деликатная, но обязательная к обсуждению. Вот почему мы в своих материалах не устаем повторять. В основе всех социальных проектов и инициатив «Евросервиса» лежат грамотно выстроенный прозрачный бизнес, читай экономика, более чем 30-летний опыт работы руководителя, и такая простая вещь, как желание человека помочь другому человеку, который растерян, раздавленный горем, с трудом понимает, что в принципе происходит. А теперь представьте, прейскурант на десятки наименований, на каждое отдельный ценник. Вот и решено было самые бюджета, емкие траты объединить. Внимание на экран. Каждый, кто обратится напрямую в нашу компанию по организации похорон, может получить полный комплект для дальнейшего благоустройства захоронения. В комплекс входит гранитный памятник с гравировкой данных умершего и фотокерамикой, и кованая ограда со столом и лавкой. И все это за 80 тысяч рублей, при этом сделку можно оформить в рассрочку до 24 месяцев. Рассрочка, напоминаю, без участия банка от компании. Добавим, ежемесячный платеж не превысит 3,5 тысяч рублей. Зачем вся эта роскошь, если виновнику торжества уже все равно? Очень часто повторяемый вопрос, а откуда мы знаем, что все равно? Лежит недвижно и молча спорный аргумент, против которого все христианство. Человек с 35-летним опытом работы в этой сфере, Евгений Могулевцев, и вовсе считает, как у классика, это нужно не мертвым, это нужно живым. А достойные проводы, благоустроенное захоронение, это самый эффективный инструмент трансформации глухой тоски в светлую печаль. Когда мы начинаем гнаться за какой-то дешевой ценой, то мы это все забираем у покойного. И то есть мы не можем проводить покойного достойно. Тем самым мы грабим его, а не свой кошелек. Но нас вообще это не сильно устраивает, и поэтому у нас вся постановка на то, чтобы достойно провожать именно покойного и заботясь, конечно, о родственниках усопшего. Тем временем продолжает работу первый кладбищенский храм Магнитогорска, расположенный на площадке Евросервиса. Верующие люди говорят, что молитва, прозвучавшая в храме, быстрее доходит до адресата. Общение идет напрямую, без посредников. Так и подавляющее большинство социальных инициатив компании. Максимальный эффект от них достигается при прямом общении или обращении. Сделать общение прямым проще простого. Набрать номер телефона, который вы видите на своих экранах. Игорь Гурьянов, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Безопасность детей в руках родителей. В Магнитогорске состоялось профилактическое мероприятие по контролю за перевозкой самых маленьких пассажиров. Рейд был организован в рамках областной акции. О результатах проверки на дорогах расскажем в сюжете. Пять экипажей дорожно-патрульной службы вышли ранним утром в рейд. Рейд инспектора проверяли соблюдение водителями правил перевозки маленьких пассажиров. Цель профилактического мероприятия – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и повышение у водителей родителей уровня сознательности. Сегодня вблизи образовательных организаций в утренние часы сотрудники госавтоинспекции проверяют соблюдение водителями правил перевозки детей. Особое внимание уделяем этому вопросу, так как в текущем году на территорию города Магнитогорска уже 20 детей пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. К сожалению, есть серьезные травмы, связанные с переломами костей черепа, которые повлекли тяжкий вред для здоровья детей пассажиров. Стоит отметить, большинство родителей соблюдают правила автолюбитель Лилия. Одна из них, она уверена, никакие отговорки не могут оправдать халатность родителей. Мы проводим детей правильно в специальном кресле, застегиваем. Поэтому кресла всегда зафиксированы, проблем никаких нет. Соблюдаем правила дорожного движения. Автолюбитель Никита – многодетный отец, потому ответственен втройне. Говорит, никогда не отправятся даже в короткую поездку, не убедившись, что дети зафиксированы ремнями безопасности. Всегда пристегнуты? Конечно. Это же безопасность детей моих в первую очередь. Поэтому пристегиваю. Сколько у вас детей? Трое. Ну вот двоих в школу и одного в садик. Ежедневно. Маршрут один. Школа, садик. Я пристегиваю, потому что резкие торможения могут быть внезапные. Так как вы видите, трафик машин очень большой. Приходится иногда резко притормозить, потому что кто-то спереди стоящий тормозит. И, соответственно, дети могут удариться, какую-то травму получить. Ребенок в автомобиле – самая уязвимая категория пассажиров. При дорожно-транспортных происшествиях дети, как правило, страдают значительно больше, чем взрослые. По данным Всемирной организации здравоохранения, детские удерживающие устройства снижают риск получения травмы при аварии на 70%. Но не все водители ответственно подходят к вопросам детской безопасности. Только за 40 минут работы на одном участке инспекторы выявили три нарушения. Здесь ребенок перевозился непристегнутым. Проигнорировало правила и водитель этого авто. За право нарушения инспекторы составили протокол. То, что перевозило ребенка без специального держащего устройства на переднем сидении, еще и не пристегнутый ремонт безопасности. Она пояснила, что они отстегнулись там и только уже потом подъехали сюда. Я-то остановил ее, когда она уже была не пристегнутая. За нарушение права перевозки детей полагается административный штраф в размере 3000 рублей. Следили инспекторы и за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. Представители школы номер 56 присоединились к профмероприятию. Вопросам дорожной безопасности в образовательном учреждении уделяется много внимания. Для детей на эту тему проводят классные часы. В профилактической работе привлекаются мамы и папы школьников. Родительский патруль тоже у нас существует. Родители с пониманием отзываются к этому вопросу. Сами проявляют инициативу, спрашивают, когда нужно выйти. И что самое интересное, сами родители потом, когда приходят к нам на заседание общешкольного родительского комитета, рассказывают о том, как родители себя ведут при подвозе детей к учебному заведению, делают замечания. И это тоже очень важно, когда они видят себя со стороны. Это такая вот совместная работа, она дает свои результаты. Всего за время рейда инспекторы ГИБДД выявили 8 нарушений правил перевозки самых маленьких пассажиров. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 4 октября. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...